В населенные пункты Устьянского района продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Какова ситуация на сегодня? Как обстоят дела с завозом в других северных районах? По порядку и подробнее наш корреспондент Юрий Осипов. Ситуация в Устьянском Улусе стабилизировалась. На объекты топливно-энергетического комплекса всего района на сегодняшний день завезено порядка 16%. Остатков топлива и у энергетиков, и у коммунальщиков хватит еще на 3-4 недели. Этого запаса вполне достаточно для того, чтобы осуществить завоз. Сейчас требуется для Устьянского района, для энергоснабжающих предприятий мобилизация техники. Но по словам главы района и самих предприятий, в принципе, техники не хватает. Режим ЧАЭС по Устьянскому Улусу вводился один раз. Но, как сообщили в госком обеспечении, если будет большое отставание от графика, придется вводить его повторно. Но к этому мы стремиться не будем. Сейчас постараемся отработать, скоординировать планово все действия перевозчиков, заказчиков и поставщиков. Там больших опасений по перевозке и доставке грузов у нас пока никаких нет. Куда больше опасений сегодня вызывает Среднеколымский Улус. Из запланированных 20 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов перевезено только полторы тысячи, что составляет менее 10%. На мое мнение, вместо того, чтобы терять время в декабре и в январе, надо было все-таки работать. Уже люди, которые работают больше 20 лет на этих направлениях, должны были автоматически поиметь опыт работы с легкой техникой. С учетом того, что сегодня по Нижней Колыме снега намного меньше, чем последней Колыме. Поэтому со стороны Черского до Колымского и Андрюшкина, в принципе, можно было планово отработать более спокойно. Единственное, конечно, надо отметить, что на реке были очень большие наледи. Вот это было основным препятствием. Сегодня остался промежуток дороги от Андрюшкина до участка Чукаче, который составляет 87 километров. Работы по расчистке этого участка уже ведутся. Для ускорения очистки к понедельнику планируется, что с двух сторон на этом промежутке будет работать 4 единицы техники. На расстоянии льда медленно идет на сегодняшний день. Сейчас скрываем, как скрываем, после скрытия, более-менее скорость увеличивается. Погодные условия тоже не очень такие холодные. Сейчас 20 градусов, до днем ночи 30 градусов. Эта зима однозначно признана аномальной. По словам руководителя гос. обеспечения, чтобы впредь капризы погоды не становились причиной подобных чрезвычайных ситуаций, топливно-энергетическим предприятиям по возможности нужно создавать запасы. Юрий Осипов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.